Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня в понедельник за богослужением читается Евангелие от Иоанна. Шестая глава, стихи с 56 по 69. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Речи Господь, ко пришедшим к Нему иудеям, Еды мою, плоти пияемую кровь во мне пребывает, и аз в нем. Яко же послами, аживый отец, и аз живу отца ради, Еды имя, и то и жив будет мне ради. Сей есть хлеб, шеде с небесе, Неяко же я доши отцы ваше манну и умроша, Еды и хлеб сей жив будет вовеки. Сия рече на сонмище уча в Капернауме, Мнози уба, слышавши от ученики Гореша, Жестоко есть слово сие, И кто может его послушати? Веды же Иисус в себе, Яко ропщат осем ученицы Его рече им. Сие ли вы блазнит, Аще уба узрите сына человеческого восходяща, И дежеве прежде? Дух есть и же оживляет, Плод не пользует ничтоже. Глаголы я же аз глаголах вам, Дух суть и живот суть, Но суть от вас нецы, И же не веруют. Ведеш ибо искани Иисус, Кто суть неверующий, И кто есть предая Его, И глагол оше сего ради рех вам, Яко никто же может прийти ко мне, Аще не будет ему дано от отца моего, От сего мнозе от ученик Его и дошев спять, И к тому не хаждаше с ним. Рече же Иисус обе манадесите, Еда и вы хощите идти. Отвещал бы ему Симон Петр, Господи, к кому идем, Глаголы живота вечного имаши, И мы вервахами по знахам, Яко Ты, Иси Христос, Сын Бога живаго. А так этот текст звучит в русском синодальном переводе. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь Пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой отец, И я живу отцом, Так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Сие говорил он в синагоге, Учав Капернауме. Многие из учеников его, Слыша то говорили, Какие странные слова, Кто может это слушать? Но Иисус, зная сам в себе, Что ученики его ропщут на то, Сказал им, Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите сына человеческого, Восходящего туда, где был прежде, Дух животворит, Плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, Суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, Ибо Иисус отначало знал, Кто суть неверующая, И кто предаст его. И сказал, Для того-то и говорил я вам, Что никто не может прийти ко мне, Если то не дано будет ему от отца моего. С этого времени многие из учеников его отошли от него, И уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал двенадцати, Не хотите ли и в это идти? Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, Что ты, Христос, Сын Бога Живого. Слова Христа о том, Что для спасения нужно не только верить в Него, Но и соединиться с Ним В таинстве причащения Его тела и крови, Были столь необычны для слуха иудеев, Что на этот раз не только враги Его, Но и многие из учеников Его сказали, Какие странные слова, Кто может это слушать? На что Господь, Зная их мысли и чувства, ответил, Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, Восходящего туда, где был прежде? Христос обращался, конечно, Ко всем Своим последователям, Но главным образом к апостолам, Которые должны были присутствовать При Его вознесении. Ефимий Зигабен пишет, Говорит здесь о будущем вознесении Своем на небо, Восходящее по человечеству туда, Где был прежде по Божеству. Кто может сделать это тело небесным, Тот, конечно, может сделать его пищей для людей. Поясняя, что слова Его нужно понимать духовно, Господь добавляет, Дух животворит, Плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, Суть дух и жизнь. Господь прекрасно осознает, То, о чем Он говорит, Одним человеческим разумом понять невозможно. Речь ведь идет о новой жизни, И все, о чем говорится, Нужно понимать духовно, То есть смотреть внутренними очами. Александр Павлович Лопухин поясняет, Следовательно, не та плоть Христова, Какую видели Его ученики в то время, Телесная природа, Сына Человеческого, Но плоть Христа, прославленная и одухотворенная, Вот что должно стать со временем Пищей и питьем для верующих. Таким образом, ясно, Что в Своих словах Господь говорит О плоти, соединенной с Его Божественным Духом. Проявляя свойства Божества, Спаситель говорит, Но есть из вас некоторые неверующие. И в этих словах мы находим Не только указания на предвидение Господа, Но и на Его незлобие, Так как Он знал верующих И неверующих с самого начала, И тем не менее, учил всех одинаково. Слова, сказанные Господом, Шли вразрез с представлениями Иудеев о Мессии. Вот почему многие, Как сообщает евангелист Иоанн, После этой беседы отошли от Христа. Тогда Господь, испытывая веру в Себя Ближайших Своих учеников, Двенадцати апостолов, Спросил, Не хотите ли и вы отойти? Блаженный Феофилат отмечает, Примечай, как благоразумно он выразился, Не сказал «отойдите», Ибо это значило бы «отталкивать», Но спрашивает, Не хотите ли отойти? Таким образом, Представляет полную свободу, Следовать или нет, Показывая, что он хочет, Чтобы следовали за ним, Не из стыда перед ним, Но по сознанию, Что за последование получит благодать. Но Симон Петр произносит в ответ Великое исповедание веры в Господа. Мы уверовали и познали, Что ты Христос, Сын Бога Живого. И действительно, Нашедшим во Христе Живую истину и смысл жизни, Уже некуда уходить. Ведь это ощущение Единственного возможного духовного пути, Полноты жизни Божьей, И есть действие благодати. Эту полноту жизни Христос Нес в себе с самого начала, И именно о ней Он говорит, Как о хлебе жизни, Сошедшем с небес. И само христианство Представляет собой Ничто иное, Как эту новую жизнь со Христом В Царстве Небесном, Двери которого открываются Человеку, Решившему разделить свою жизнь С бесконечной полнотой жизни Божьей. Помогай нам в этом, Воскресший Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Душа моя, Господа! 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 Продолжение следует...